На Руси капусту называли капо-уста, от кельтского кап, что означает голова. Это говорит о том, какое важное место на нашем столе она занимает. Если у вас есть хороший редкий сорт, почему бы его не размножить? Процесс получения семян капусты очень долгий, на это у вас идёт два года, но зато увлекательный. Подкапываем капусту с корнем. Не пренебрегайте и краснокочанной капусты. В ней вещество антоциан, которое выводит радионуклеиды. Для чего я сохранила корни? Да потому что мы её будем сажать. Основные листья нам не понадобятся. Нам надо оставить будет только 4-5 штучек. Режьте аккуратно, чтобы не повредить почки, которые находятся в пазухах листьев. Именно из них будет появляться маточник. Вот такая кочерыга у меня получилась. Теперь я её буду сажать в горшок и засыпать землёй. Хранится эта кочерыга будет в подвале. Проверяйте влажность, чтобы корневая система не пересыхала. Но есть старый русский способ. Кочерыгу можно посадить в яму. Главное, чтобы головка была ниже уровня земли. И засыпать осенними листьями. Так она сохранится до весны. Теперь займёмся этим. Кому нужны голубцы, всё готово. А я вам покажу, как можно заквасить капусту буквально за 2 дня. Шинкуем капусту, натираем морковь. Всё, как обычно. Но секрет наш заключается вот в чём. Процесс брожения запустит чёрный хлеб. А картофельный крахмал является прекрасной средой для бактерий брожения. Поэтому все процессы будут ускорены в несколько раз. А теперь, внимание, наливаем стакан воды, добавляем столовую ложку соли. Вот на такой объём капусты вам понадобится стакан солёной воды. Лист, круг, гнёт. И через 2 дня хрустящая, сочная капуста. Субтитры подогнал «Симон»!